Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 39 глава, которая является продолжением предыдущей, в которой мы слышали о том, как значительны труды людей различных ремесел и профессий, но, тем не менее, особой почестью пользуется только тот, кто постигает премудрость Господню. И в этой главе особенно ясно освещает путь богобоязненного премудрый наставник. Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Итак, вот лучший труд, вот лучшее употребление и досуга, и времени, предназначенного для работы. Это размышление о законе Всевышнего. Он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей. Идет описание теперь иного вида деятельности. Будет исследовать и сокровенный смысл изречений, и заниматься загадками притчей, ибо иное в книгах мудрых общедоступно, а иное сокрыто и требует особого опыта в углублении, в смысл притчей, чтобы извлечь его оттуда, как глубоководную рыбу. Он будет проходить служение среди вельмож и являться предправителем. «Будет путешествовать по земле чужих народов, ибо испытал доброе и злое между людьми». Нам кажется, что путешествовать призваны в наше время те, кто имеют материальное благополучие. А подлинную пользу от путешествий получает тот, кто испытал доброе и злое между людьми. И с помощью путешествий оказывается и получает возможность стать еще мудрее и опытней. Сердце свое он отправит к тому, чтобы с раннего утра обращаться к Господу, сотворившему Его. И будет молиться пред Всевышним, откроет в молитве уста свои и будет молиться о грехах своих. Неразлучно друг от друга стремление к познанию божественной премудрости и дело молитвы. Одно без другого никаким образом не живет. Не входит в злохудожную душу ни страх Господень, ни премудрость Его. Благовейное устроение сердца, которое достигается молитвенным трудом и служит к просвещению ума и усвоению премудрости. Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума. И так не все от человека. Человеку надлежит усердствовать и прилагать усилия, но дух премудрости есть дар Всевышнего, который изливает его по своему усмотрению. Будет источать слова мудрости своей и в молитве прославлять Господа. Благоуправит свою волю и ум и будет размышлять о тайнах Господа. Он покажет мудрость своего учения и будет хвалиться законом завета Господня. И так сначала идет углубленное постижение, сначала идет отчуждение от всего суетного, а потом без поиска славы является подлинная слава такому искателю, ибо он в результате покажет мудрость своего учения, и сама его жизнь будет похвалой закона, завета Господня. Многие будут прославлять знания его, и он не будет забыт вовек. Память о нем не погибнет, и имя его будет жить в роды родов. И так бессмертие в человеческой памяти и благо, последующей за смертью, обещает премудрый наставник тому, кто не поленится сделать душу свою приятельщем небесной премудрости. Народы будут прославлять его мудрость, и общество будет возвещать хвалу его. Доколе будет жить, он приобретет большую славу, нежели тысячи, а когда почит, увеличит его, увеличит ее, эту славу. Эта слава посмертная состоит не только в благодарной памяти потомков, но и в том свете невечернем, в который призывает верующих в него воскресший Господь. Еще раз мыслив, расскажу, ибо я полон, как луна в полноте своей. Видимо, не на всякий час и не на всякую строчку сознает и сам духом воодушевленный писатель особую полноту, к которой приходит он теперь, потому и привлекает наше особое внимание, сообщая о том, что изрекаемое им, записываемое им ныне, можно сравнить с изобилием полноты луны во всем ее изобилии, когда является она при полнолунии. Значит, надлежит с особым вниманием послушать то, что скажет он теперь, что говорить возбуждает его Святой Дух. «Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая на поле при потоке, издавайте благоухание, как ливан, цветите, как лилия, распространяйте благовоние и пойте песнь». Что за песнь, что за благовоние, что за красота, цветов полевых, должна отразиться в нас? «Благословляйте Господа во всех делах, величайте имя Его и прославляйте Его хвалою Его, песнями уст и гуслями, и прославляя, говорите так. Все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его в свое время исполнится. Так надлежит смириться пред волей Божьей, пред святой десницей Его, и пред тем духом пророчества, которые открывают будущее, и все, что Бог положил во власти своей, а ничто от Его власти не уклонится, непременно состоится. И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется. По слову Его стала вода, как стог, и по изречению уст Его явились вместилища вод. В повелениях Его все Его благоволение, и никто не может умалить спасительность их. Никакие дела земные, никакие враждебные духи и действия человеческие не могут отменить ту спасительность, ту необходимую пользу для человечества, которые Господь закладывает в Своем промысле. «Пред Ним дела всякой плоти, и невозможно укрыться от очей Его. Он прозирает из века в век, и ничего нет дивного пред Ним. Нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все создано для Своего употребления. Благословение Его покрывает, как река, и как потоп напаяет сушу. Но и гнев Его испытывают народы, как некогда Он превратил воды в солончаки. Не только благо или великие знамения Его милостей призваны наставлять людей к страху Божьему, но и гнев, но и те скорби, которые выпадают на долю отдельных людей и целых народов, предназначены только к одному, чтобы потрясением, сообщаемым этими скорбями, вразумился народ, обратившись к поклонению Господа, к возвещению славы Его. Пути Его для святых прямы, то есть ясны, очевидны, а для беззаконных они преткновения. От начала для добрых создано доброе, как для грешников злое. Главное из всех потребностей для человека вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Все это благочестивым служит в пользу, а грешникам может обратиться во вред. И так, нет ничего из Богом созданного, злого самого по себе, но только употребляющий на зло или не знающий меру, приступающий ограничения и установления Господне, делает себе из божественного образом учрежденного, вредящее и разрушающее. Есть ветры, которые созданы для отмщения и в ярости своей усиливают удары свои, во время устремления своего изливают силу и удовлетворяют ярости сотворившего их. Неужели Бог гневается, теряет мирное расположение, пребывает в некоторой страсти отмщения? Нет, это только по определению нашего богословия есть антропоморфизмы, приписывание Богу человеческих страстей в соответствии с теми действиями, которые бесстрастно совершая, попуская или устрояя, Бог являет свое могущество, а люди уже переживая это как действия нежелательные, интерпретируют это как проявление каких-то божественных нездержанных порывов, в том числе отмщения. Господь всегда исполнен любви, всегда тождественен сам себе, но поскольку дела его, являемые роду человеческому, бывают то скорбны для людей, для их же пользы, а то благи для людей, для их же пользы, потому и выражается так пророк и священный писатель, как будто бы ярость Господня есть следствие его невоздержанности. Огонь и град, голод и смерть, все это создано для отмщения, зубы зверей и скорпионы и змеи и меч, мстящий нечестивым погибелью. Не сомневайтесь, что и вирусы, и действия врагов, и напасти от злых зверей и насекомых есть Божие попущение, и цель его врачевания греховных ран, присущих роду человеческому. Обрадуются по велению его и готовы будут на земле, когда потребуются, и в свое время не приступят слова его. Все перечисленные скорби, они как бы только и ждут попущения от Бога действовать. Посему я с самого начала решил, обдумал и оставил в Писании, что все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. И так не хочешь бояться напастей, прими заранее, как это тебе показывает премудрый наставник, как благо все то, что промышляет Господь и о человечестве вообще, и о народах в частности, и о каждом человеке в отдельности, ибо все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. И нельзя сказать, это хуже того, ибо все в свое время признано будет хорошим. И так всем сердцем и устами пойте и благословляйте имя Господа. Благодаря. 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 Благодаря.